Вчера в Беларуси прошли самые массовые протесты за всю историю страны. Один человек погиб. Сколько ранено и задержано, сложно подсчитать. Протесты охватили все крупные города страны, но самые жестокие столкновения были в Минске. Против людей применялись светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. Люди в ответ блокировали дороги, строили баррикады. Впервые в милицию и ОМОН полетели к коктейле Молотова. Некоторые водители совершали наезды на ОМОНовцев и милиционеров на своих машинах. Протестующие вчера сменили тактику. Если в первый день протестов были назначены конкретные места, где собирались люди, то теперь точного места нет. Протестами вчера был охвачен весь Минск. Люди выходили из домов в разных районах и шли в центр по улицам. В открытое противостояние с милицией старались не вступать. Чтобы затруднить перемещение силовиков по городу, водители блокировали дорогу. Колонны и автомобили очень медленно ехали по дороге с аварийкой, создавая огромные пробки. Все это было сделано для того, чтобы максимально затруднить перемещение силовиков по городу, которые пытались задерживать людей. Здесь надо понимать, что задержания вчера в Минске были по всему городу. Задерживали в спальных районах, задерживали во дворах, задерживали в центре. То есть ОМОН работал по всему городу и по всему городу были протесты. Дороги блокировались не только демонстрантами. Еще за несколько часов до начала протестов были перекрыты многие центральные улицы. Были закрыты центральные станции метро, чтобы люди не могли приехать в центр. Плохо работал общественный транспорт. Говорят, были блокпосты на въезде в Минск, чтобы люди из других городов, из пригородов не могли приехать в город. После того, как на улицах появились баррикады и многие улицы перекрывались простыми людьми для того, чтобы перемещаться, милиция впервые начала использовать кареты скорой помощи. Да, по словам очевидцев, действительно, вчера ОМОН ездил в скорых, потому что скорой пропускают. Демонстранты расступаются, когда едет скорая, разбирают баррикады. Это позволяет силовикам, несмотря даже на перекрытые и блокированные улицы, передвигаться по городу. Но если это действительно так, если эта практика продолжится, то это, конечно, кошмар и ужас. Потому что на войне не трогают врачи, они оказывают помощь. И когда идут какие-то столкновения, и полиция, и силовики, и простые демонстранты всегда пропускают врачей, всегда пропускают скорую, которая оказывает помощь. Сейчас, используя машины скорой помощи для перемещения, белорусские силовики просто дискредитируют врачей, дискредитируют машины скорой помощи, их перестанут пропускать и в конечном итоге просто людям не смогут оказать помощь. Если так, то это просто полнейший пи***ц. Такого я не припомню ни на каких протестах. Милиция и ОМОН работали очень жестоко по отношению к людям. В сети есть множество видео, как хватают людей, которые вообще никак не участвуют в протестах, просто хватают совершенно случайных прохожих. Как расстреливают людей в спину резиновыми пулями, как избивают лежащих на земле, как задерживают детей, как бьют женщин. И сегодня с утра появилось видео о том, как содержат задержанных. Это двор одного из отделов полиции. Видно, что люди просто лежат на земле. И задержанные рассказывают о том, что к ним применяются пытки, что очень жестоко обращаются с задержанными, что их избивают уже в отделах полиции, у них забирают телефоны. которые под давлением заставляют отдавать пароли от телефонов, чтобы, видимо, что-то там в этих телефонах силовики ищут. Что некоторые задержанные всю ночь провели на полу актового зала, не хватает мест. И в разных городах уже для задержанных начинают использовать обычные тюрьмы, куда их отвозят. И происходит вообще что-то невероятное. Потому что очень много людей задерживают, их некуда девать. И силовики явно не понимают уже, что делать с таким количеством задержанных. И здесь важно отметить, что люди не боятся. Я вчера целый день наблюдал за протестами. Я смотрел сообщения, которые поступают из разных городов. И несмотря на очень жестокое действие полиции по отношению к протестующим, люди не боятся. Они выходят на улицу, они уже не боятся этих светошумовых гранат, слезоточивого газа, резиновых пуль. Они продолжают выходить на улицу и требуют отставки Лукашенко. Но как это часто бывает, народ начинает проявлять солидарность. Кто-то подвозит продукты, воду, медикаменты, люди оказывают друг другу помощь. Появилась информация, что кто-то начинает открывать домашние сети Wi-Fi, чтобы люди могли скидывать кадры с улиц и журналисты могли пользоваться Wi-Fi. Хотя здесь надо понять, что интернет сейчас в Беларуси практически не работает. Второй день блокируют интернет. Еще вчера Лукашенко сказал, что это внешние силы блокируют интернет. Хотя это полнейший абсурд, это именно белорусские власти отключили в стороне интернет. И препятствует, чтобы не было никаких стримов, чтобы максимально затруднить отправку фото и видео. Чтобы люди не понимали, что происходит. Сейчас у меня на связи есть несколько наших журналистов, которые работают в Беларуси, в разных городах. У меня монтажер находится в Беларуси. И огромные проблемы с отправкой материала. Интернет, если есть, он очень медленный, невозможно ничего отправить. И это большая проблема. С проблемой столкнулись и журналисты. Потому что целенаправленно полиция задерживает журналистов. Первый день протеста было задержано 17 журналистов, среди которых есть граждане России. Некоторых из них вчера отпустили под давлением уже российского министерства иностранных дел. Отпустили, но отпустили не всех и задержания продолжаются. Один мой знакомый журналист, который сейчас работает в Минске, он сегодня берет билеты и уезжает. Я его спрашиваю, почему он стал вообще невозможно работать, потому что у милиции, у силовиков есть прямо целенаправленный, есть приказ задерживать именно журналистов. Проверяют аккредитацию и в случае отсутствия аккредитации, которую нужно было получать в МИД, а МИД выдал аккредитацию только проверенным только своим журналистам. Поэтому любой независимый журналист рискует оказаться быть задержанным и впоследствии в лучшем случае выслан из страны. Хотя в последнее время появились угрозы привлечения в том числе сотрудников иностранных СМИ по 293 статье Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это организация массовых беспорядков, по которой грозит от 5 до 8 лет. То есть журналистам уже угрожают уголовной статьей и Лукашенко напрямую заявил своим силовикам, что вот эти вот журналисты, которые приезжают, именно они сейчас главная проблема, потому что они раскачивают лодку, пытаясь освещать, пытаясь показывать, что происходит. Ну и здесь важно подчеркнуть еще раз, что протесты охватили все крупные города Беларуси. То есть теперь это не только Минск, это вся страна, все крупные города, люди выходят на улицу. И столкновение с милицией и ОМОН происходит по всем городам. Если в первый день основные силы были стануты в Минск, то сегодня белорусские силовики, они рассредоточились уже, они обратно вернулись в другие города, чтобы контролировать ситуацию там. А в сам Минск впервые были введены военные. Появились кадры с военным спецназом, с боевым оружием, который уже начал задерживать людей, начал разгонять демонстрантов. То есть, видимо, просто милиции и ОМОНа уже Лукашенко не хватает и начинают вводить войска. С сегодняшнего дня белорусская оппозиция объявила бессрочную забастовку и призвала людей не выходить на работу. Пока непонятно, насколько эффективна будет эта забастовка. Начали появляться кадры с разных предприятий, где люди действительно не вышли на работу или собираются во дворах актовых залов своих предприятий, обсуждают там дальнейшие действия. Но пока информации мало, я думаю, там в ближайший день-два будут подробности. Ну и важный момент относительно Светланы Тихановской. Ее выслали из страны. Да, я настаиваю на этой формулировке. Именно выслали из страны. Она не бежала, как пишут некоторые, на мой взгляд. Вчера с ней пропала связь. На какое-то время появилась информация, что ее насильно удерживают в ЦИК, куда она пришла со своим адвокатом. По словам ее адвоката, их разделили и у Светланы Тихановской несколько часов был непростой разговор с представителями милиции, которые что-то ей говорили. После этого она вышла из здания ЦИК и сказала, что приняла решение и уехала. Долгое время никто не понимал, что с ней. Были лишь сообщения, что с ней все в порядке, никаких комментариев она не давала. И вот сегодня появилась информация, что ее вывезли. Ее белорусские власти вывезли в Литву. В 3 часа 30 минут ночи она пересекла границу с Литвой. Сейчас находится на территории Литвы. Позже Светлана Тихановская выложила вот такое видеообращение. Я думала, что вся эта компания меня очень сильно закалила. И придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Ну и буквально несколько часов назад появилось еще одно обращение Светланы Тихановской. Она очень неуверенно по бумажке читает, написанный явно не ей самой текст. Уважаемые граждане Республики Беларусь. Я Светлана Тихановская. Благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких. Я не знаю при каких обстоятельствах ее заставили этот текст прочитать. Почему она это записала? Мне кажется, что на нее оказывается сильнейшее давление. Ей угрожали. Я напомню, что в заложниках находится ее муж, который сейчас арестован и находится в Беларуси. Ну а что касается этого обращения, я думаю, оно еще больше разозлит людей и еще больше людей выйдет на улицы. Обвинять Тихановскую в слабости или непоследовательности, а я напомню, что еще вчера она говорила, что из страны не уедет, совершенно, на мой взгляд, неприемлемо. Она не по своей воле оказалась на вершине протеста и она сделала гораздо больше, чем на ее месте сделал бы другой человек. Она провела блестящую кампанию, она не сдалась, несмотря на все давление. Она объединила вокруг себя людей, она выступала на митингах и все это на фоне того, что у Лукашенко находится в заложниках ее муж Сергей Тихановский, который, собственно, должен был принимать участие в этой кампании. На мой взгляд, Светлана Тихановская большая молодец и обвинять ее в какой-то слабости или предательстве каких-то интересов совершенно неприемлемо. Она сделала более чем достаточно и дальше, конечно, слово за белорусами, за белорусским народом. Что он будет делать дальше? Сможет ли он отстоять свой выбор? Сможет ли он добиться каких-то перемен в стране? За последнюю неделю у меня изменилась тематика моего канала. Если раньше мы говорили больше про путешествия, урбанистику, архитектуру, то теперь мы освещаем события, мы освещаем политику, мы освещаем протесты. Я считаю, что это намного важнее сегодня. Это главное и никакой урбанистики, никаких комфортных городов невозможно без политики. Поэтому сейчас главная тема это Беларусь, это протесты в Беларуси. Это то, как Лукашенко совершенно наглым образом украл у людей выборы и люди отстаивают свои права. В ближайшие дни я буду продолжать освещать события в Беларуси. Я призываю вас подписаться, у нас есть телеграм-канал Варламов Ньюз, там мы оперативно выкладываем все новости. Если у вас есть телеграм, если вы хотите следить за новостями, пожалуйста, подписывайтесь. Варламов Ньюз, мы проверяем всю информацию, которая туда поступает и оперативно все выкладываем. Также у меня есть канал для прямых трансляций, для стримов, называется Варламов Лайв. Это отдельный канал, будет хорошо, если на него вы тоже подпишитесь. Мы вот уже два дня делаем большие стримы вечерние и освещаем протесты, которые происходят в прямом эфире. У нас первый стрим был несколько часов, а вчера мы практически 7 часов. 7 часов я со своей командой, мы вели большой стрим, рассказывали о том, что происходит в Минске и в других городах. Так что пройдите, пожалуйста, по ссылочке в описании, подпишитесь на Варламов Лайв, поставьте колокольчик, потому что стримы будут выходить, как только что-то начнется. Чтобы не пропустить, пожалуйста, подписывайтесь, будем держать вас в курсе. Спасибо, что смотрели, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, до сих пор этого не сделали, и распространяйте этот ролик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok